Всем привет дорогие друзья! Это я не самовыражаюсь, это на голове у меня неудачный эксперимент, а в голове печаль и так сказать. Но я сейчас иду на КВН, представление у нас в блоке, и думаю настроение мне поднимут, надеюсь вам поднимут, сейчас все вам сниму и все увидите. Всем приятного просмотра! Команда готова, проверьте микрофоны. Дорогие друзья, город Москва, команда КВН, зона доступа. Ваши теплые успехи. Это зона доступа! Всем привет на сцене команды КВН, зона доступа. И для начала давайте познакомимся. Это Рома. И Рома как книги Дарьи Донцовой. В смысле? Ну, вроде Роман, а в маршрутке с ним сидеть стыдно. Вот знаешь, я специально для тебя у меня есть песни. Давай! Если губы твои были цветком, то они, но были бы розой. Если кожа твоя металлом была, то она была бы бронзой. Если цвет твоих глаз озером был, то он бы был Байкалом. Но если грудь твоя была бы страной, то она бы была Ватиканом. Что? Ребята, давайте начинаем. В железнодорке мы, мы играем на пределе. Сейчас мы вам покажем то, что вы таков хотели. Давай, вы лучшая, поскольку на ветер не бросает. Светлый юмор КВН. Мы начинаем. Команда ТВ, зона, доступа. Поехали! И для начала. В клубе молодежный. Тебе понятно. Эй, девчонка, а можно с тобой познакомиться? Отстань! Ты смотри, сколько тут парней. И каждый, каждый хочет с тобой познакомиться. А знаешь, для чего? Ну, папа! Представьте, обычный семейный вечер. Ой, а кто у нас такой миленький? Кто это такой хороший? Это нас папа коньячку перебрал. Первая, брачная ночь КВНщика. Дорогой, что это было? Дорогая, это КВН. Здесь можно обозначить. Ну, а такое могло произойти только в древнегреческой качалке. Эй, Эстоник, ты видел мою гепатенузу? Да по сравнению с моей гепатенузой твоя. Это Хатит. А мою Дельто? Фин. Немногие знают, но в Петербурге самые образованные гопники. Эй, слышь, уважаемый! Да ты чё, пунктуацию-то соблюдай. Ага, эй, слышь, уважаемый, ага! Представьте, гончар задумался. И такое бывает, физрук сделал заначку. Ну а такое могло произойти только на детской площадке на Кавказе? О, качели, да? Покачаемся. Да что-то они странные какие, не заниженные. О, по кайфу! Ну и в завершении программа «В мире животных» в Железногорске. Добрый вечер, друзья! И сегодня мы будем наблюдать за Валерием Павловичем. Он звезда в Железногорске. Ну как звезда? Созвездие. Большая медведица. А теперь попытаемся подойти к нему поближе, но главное его испугнуть. А теперь мой помощник попытается подкормить Валерия Павловича. Валерия Павловичем. Видите, видите? Он начинает делать за вас и нас. А в следующей сфере мы расскажем о стае Шуи. Команда Икс. Лайкissions. Циклоп. Росомапа. Шельман. Гроссак. Свень. Так что? И что это? Выход. Какой? Оригинальный. Вы думаете, проех離ливо кучак у вас открыто суперспособность? Леш, как здесь можно для меня подписаться? Вика, Вика, не угрожают моей девочке. Как? А это что, они собрались её сжечь? Мы собрались сжечь ведьму, которая нам всё время мешает. Кристина, она такая красивая. Ну, ладно, но потом всё равно сжечь. Команды, когда нас мы сыграют. Поехали! Случай в семье. Дорогой, у меня такое предчувствие, что у нас будет война. С чего ты взяла? Ну, не знаю, мне так кажется. АПЛОДИСМЕНТЫ Жёлтая опасность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пикачу позавит карантин. Пикачу. Пикачу, я выбираю тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Пикачу. Ты копит. АПЛОДИСМЕНТЫ И для кого не секрет, что когда девушка красится, она слегка приоткрывает рот? Итак, представьте, девушка-маляр. Энтри Бёркс на улице Мира. Именины уезжают. Энтри Бёркс на улице Мира. Энтри Бёркс на улице Мира. Итак, представьте себе киносеанс, на котором было продано всего лишь два билета. Энтри Бёркс на улице Мира. Энтри Бёркс на улице Мира. Энтри Бёркс на улице Мира. Ну что, добрый вечер, дамы и господа. Перед вами команда, говорит, вот так вот, город Калуга. Друзья, наконец-то к вам приехали самые сильные калужане. Если в Классгороде нет других калужан. Ладно, а для того, чтобы успешно выступить, нам нужно два спектра. Это Егор и его желание объявлять миниатюры. Егор готов? Да. Желание есть. Найдется. Да. Объявляем. Представьте, собеседование на автовазе. Здравствуйте. Я хотел бы быть у вас конструктором на автовазе. Здравствуйте. Вы приняты? Йес! А сейчас представьте, фейс-контроль в гей-клубе. Проходите. А сейчас представьте, фейс-контроль в гей-клубе. Неубедительный и очень неопытный грабитель. Так, стоять, не оборачивайся. Ну я сказал, не оборачивайся. Ну что ты делаешь? Я говорю. Только представьте, гопник, который одумался. Все, хватит с него, пойдем. Стой. Да что же мы за люди, Наги? Что же мы делаем? Золотую цепошку-то забыли забрать. Служи в армии. Опа! А кто это мой казар, не моим воздухом дышит? Я научу тебя родину любить, салага. Ты у меня землю жрать будешь. Да я тебя в нарядах сгною просто. Да охренел душа! Мне мама говорила, главное перед вами себе поставить. А наша команда, ну совсем недавно вернулась в фестиваль по самым быстрым миниатюрам. Итак, мы покажем вам сейчас лучшие из них. Представьте, бомж, который готов к серьезным отношениям. Ну что, мы же хату с ними! Когда не помог поддорожник? Ладно, пускайте. Мама! Барень, который в 15 лет стал отцом? Марш! Скинь мяч! Ты кто? Мама! Мама, которая любит одного сына, чуточку больше, чем другого. Мам, мам, можно мороженку? Нет. Мам, а можно мне мороженку? Нет, сынок. Безруков пробуется на роль Дарта Вейдера. Продолжим. Случай на перекрестке. То есть, трубку дышать не будете, да? Нет. А вчера были у вас в магазине, не наблюдали такую ситуацию. Здравствуйте, пробейте мне, пожалуйста. И сок. А данную картину вы могли наблюдать 15 лет назад в любом российском дворе. Валера! 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 Скинь мяч! Не могу! Почему? Он у Олега! Олег! Олег! Да! Скинь мяч у Валеры! Не могу! Почему? Я у Валеры! А мяч? А мяч дома? Ирина Павловна! Ирина Павловна! Да! Да! Скиньте мяч, Валера! А где он? А нет! А нет! А нет! Где мяч? Он на балконе за тумбочкой. Ирина Павловна! Ирина Павловна! Да! Он на балконе за тумбочкой. Скиньте, пожалуйста. Сейчас посмотрю! Лови! Все, пацаны, погнали! Виталий, домой! Олег, тебе занести! Ирина Павловна! Ирина Павловна! Мне вчера с вами вечером учили произносить правильно этот слаги города. Как будто не было, звукорежиссер готов, команда готова, зритель готов. Мы родились и выросли в городе Цветлевкаре, приехали в Железногорск и выступаем на этой игре все ради того, чтобы прокачать! Так, что это? Это укулеле. Это вы укулеле! Если можно играть на нормальной, полноценной, невидимой гитаре. А как это? Попробуй! Круто, 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 круто! Но, мне кажется, это не понравится нашему мэру! Нет, нет, мне все нравится! Очень красиво! Приезжайте к нам в Сингапур, Сыктывкар! Сиклита, Сыктывкар! Сейлору, Сыктывкар! Так, хватит! Сыктывкар! Ну что, приезжайте, он никто не поймет, что это нифига не в Сыктывкар? Думали, нашли мужика похожего на мэра? Одени его, как мэра! И все? Где все? Где настоящий мэр? Ну, он занят, он ворует. Почему тут говоришь, что? Ладно, что-то об этом все знают, не из бюджета же. Он форточник! Друзья, нашу команду очень легко запомнить. И Влад! Друзья, что ты говоришь-то, что мне вас слышать? И Влад! Что-что? И остановитесь! Влад, если ты такой крутой, тогда почему ты плакал, когда умел у меня девушку? А, это я плакал. Дима, так Дупой, что это я тут больше, я тебе докажу? Давай! Офка, так тебе кто-то написал. Ты меня обманул! А ты что? А ты что делаешь? Дима, понимаешь, как выглядит наш разговор со стороны? Ну и как же? Это вот так. Как история? Нет. Рассказываю. Неделю назад я купил шоколадку, положил ее в карман и забыл про нее. И чё? Хотите жижу? Здесь чем денег? Есть пара миниатюр? Заводи! Формуэльные болтыша! Прошусь! Булсами! Булсами! Прошусь! Булсами! Абсолютно все! Недавидят людей, которые исправляют ударения в словах! Смотрите, какой у нас есть кофе. Например, латте. Латте. Извините, пожалуйста. Еще у нас есть капучино. Капучино. Что? До свидания! С каждым годом единый государственный экзамен становится все легче и легче. Итак, представьте, ЕГЭ через 56 с мальцом лет. Ну что ж, ваше первое задание надеть свитер. Блин, чё сразу цельчасть? О, е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Ну, все понятно, ладно. 36 баллов, идите. Блин, столько денег с мамкой на репетиторов укропили! Погодите. Свитер-то верните. Твою мать! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если трус не играет в хоккей, то во что играет трус? В Керлинг Если трус не играет в хоккей, то во что играет трус? В Доту 30 секунд у нас истекли уже, да? Пожалуйста, 30 секунд истекли, команда готова? В Курск, Калуга, у нас есть свои ответы? Ну давайте по очереди, команда пусть играет, Курск, пожалуйста, ваш ответ Если трус не играет в хоккей, то во что играет трус? Он боится играть в настольный хоккей Ну и команда Калуга, вот так вот Все, я понял? Это еще один ответ? Ну пускай, пишу Владислав, Влад, Влад Сейчас смешно будет, да? Если трус не играет в хоккей, то во что играет трус? Ну, Березубский непонятно может играть Кто еще хочет задать вопрос? Сейчас, Леша, я тебе подойду с той стороны Алексей Степанов Леша, вас тоже благодарю за эту помощь, которую вы оказали Огромное спасибо Андрей, скажите, пожалуйста Вот мы проживаем в городе Железногорске А на плакате черная женщина Что за тема вообще? Да, что за тема? Черная женщина на плакате, а мы в Железногорске живем Я думал, что Леша, из того возраста, когда плакаты с женщиной рассадки Ну, извините, к сожалению, нет Влад, привет, Игорь, спасибо Пытался угадать просто Леша, Леша Мы живем в Железногорске, а на плакате черная женщина, почему? Блин, я просто не по-другому задавал вопрос, можем тут первый раз задаваться? Я по-другому задавал вопрос, да? Просто классная вопрос В Железногорске мы живем, черная женщина на плакате Что за тема, как говоришь? Что за тема? Я хотел ответить, ты говоришь, что за тема, я только говорю, что? Мы живем в Железногорске, а на плакате черная женщина Видимо, она и шахту Мы живем в Железногорске, а на плакате черная женщина Лучший работник месяца карьера Лучше женщина, чем мужчина Каждый игрок, как и любой мужчина, мечтает Я бы по-другому сформулировал, я бы поаплодировал московским Которые еще девушек любят, да нет, вот все Вы еще желаете задаваться вопрос А к жюри, случайно, не будет вопросов? Можно? Да, вот сейчас Здесь вот есть девушка в первом ряду, и потом можно вот уже к жюри переходить Мы же четыре вопроса обещали Максимум за разминку и биатлон, ну там у нас по такой интересной системе будет, ну попозже, да Добрый вечер Давно задаюсь вопросом В сложной ситуации в Москве говорят геморрой А в Питере говорят главная боль Почему? А вы, девушка, сами в какой школе вы тяготейте? В московской или в Питере? У меня нет, в нашей же ситуации Вы в Жизнанковской В сложной ситуации в Москве говорят геморрой В Питере, главная боль Ну, у кого что болит? В Москве говорят геморрой, в Питере, главная боль Сразу понятно, где у нашей страны голова, а где ноги В Москве говорят геморрой, в Питере, главная боль А в Железногорске говорят молодежный Все команды? Да, колуга была Колуга отвечала? Все нормально Еще подумаете? Да Ребята, вот что там, головная боль или все здесь? Колуга посередине где-то, если я с географией ничего не покажу Все? Все, я понял Хорошо И от жюри, пожалуйста, вопрос Дмитрий Пуставонов Всем добрый вечер Петров, уйди от него У меня на лотошке, пожалуйста У меня такой вопрос Вот в прошлом году вышел iPhone 6 И он по размерам больше, чем все предыдущие iPhone А какой будет iPhone 40? Да Дим, ты являешься дилером продаж Apple в Курску? Нет У меня просто iPhone 4, я хочу себе 6 Я решил задать вопрос Урск отвечает Курску Да Пора играть пить, привет Здравствуйте А вот смотри, iPhone 6 вышел в прошлом году Какой будет iPhone 40? Ну у меня с собой его нет, но я могу показать Урск Урск Девятьсот Шестьдесят Шестьсот Девятьсот Четыре Да Да, я наступил Хват Да Второй раз я ошибку такую делать не будешь, да? Вот сейчас вышел iPhone 6, он больше, чем все предыдущие Какой будет iPhone 40? Не знаю, у меня тут брат тоже вышел, мне наоборот Вообще не изменился, такой же Впрочем, чистая правда, я не понимаю, чем встретить Мы просто не понимаем, почему ты играешь в КВН, а не пошел в твоего стопа Вот не надо вышел iPhone 6, он по размерам больше, чем все предыдущие А какой будет iPhone 40? Вон банок, видишь, вот такой же Кстати, у Валерия Павловича есть мой брат А, Калуга А вы как... я вижу, что вы думаете, отвечать будете? А нет, всю разминку думают с СССР А, Москва еще раз Привет! Ватикат 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 Дима, ну что же ты с женой взяли вообще? Ватикат Ватикат будет айфон 40 размером с Ватиканом. Все, да? Все, все нормально. А у вас все вопросы или как? А я вот думаю, может, еще ответы-то хорошие, может, еще один вопрос, там, без зала. Есть еще, да? А вот где есть взрослый участник, самый этот? Вот ты палочки, передай все. Вставай, смотри, Андрей, передай. А они, пожалуйста, Андрей. У меня такой вопросик. Почему вы назывались «Клуб веселых и нахочевых», а не вми... ну, не... Не вми... Извини, Солнышко, пожалуйста. Почему вы назывались «Клуб веселых и нахочевых», а не «Клуб грустных и растерянных»? А вопрос, это и соонтология. «Можно 40 секунд дать, а не 30 секунд?» «Спасибо, умница за хорошую работу». «Добивайте, добивайте». «Асква отвечает». «Повтори, пожалуйста». Почему вы назывались «Клуб веселых и находчивых», а не «Клуб грустных» или «Растерянных»? Ты маленькая, ещё не знаешь, что в клубах не грустят! Почему вы назывались «Клуб веселых и находчивых», а не «Клуб грустных» и «Растерянных»? Ну, я готов серьёзно подискутировать с собой на эту тему. Знаешь, всё началось с поднения «Лимской ремерии». Как общеизвестно, не ломай детскую психику, я тебе говорю. Ладно. Пока, девочка. «Курс и грустная колуга». Готов. Ну, я говорил дополнительно, не будет. Как зовут тебя Кроха? «Аня». Анечка, спасибо тебе большое. Великолепный вопрос. Посмотреть ты их поставила в неловкое положение. Итак, город Курс, где то отвечать? Так. Весёлая и жизнерадостная компания города Колумбия. Пожалуйста, вопрос. Почему вы называете «Клуб веселых и находчивых», а не «Клуб грустных и растерянных»? Посмотрите. Спасибо вам всё. А мы объясним, что Курск спрыгнул в последний вагон. Почему вы называете «Клуб веселых и находчивых», а не «Клуб грустных и растерянных»? Это «Аншлага Кривой Зердова». Если на поцарапанный БМВ приложить подорожник, можно отхватить ещё и за это. А спонсор нашего биатлона – «Кавказские авиалинии». Кавказские авиалинии – у нас самая низкая посадка. Девушка Оля знает себе цену, но иногда делает скидки. Мужская борода даёт мужество, женская работа в цирке. Матрос зарегистрировался на «Спрашивая.ру» и очень расстроился, потому что у матросов нет вопросов. Вор дебил ворвался в чужую квартиру и обчистил мандарин. Лобоухая девочка уснула за банной стойкой и уже через час проснулась с ушами полными пепла. На городском собрании чиновник, подключённый в интерьер лжи, смог только поздороваться. Учительница русского языка имитирует оргазм с чувством, с толком, с расстановкой. Поехали. Магомед дал попить воду Шамилю. Шамиль, в свою очередь, передал воду Нурлану. Тот вернул её Магомеду. Так сказать, круговорот воды в приоре. Ученики подарили учительнице географии шоколадный глобус и с удовольствием смотрели, как она жрёт землю. В поваре в детстве мальчики дёргают девочек за пивной животик. Уважаемый журень. Штрафной круг или уже... Команда твоя? У нас и Дывкар, и Курск отдыхают, а вы штрафной круг. Анне Семенович в детстве не дали конфетку, и она надулась. Гаишник застал свою жену с любовником, но за две тысячи он закрыл глаза на инцидент. АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте поддержим команду поисковой. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, нас напоминает голубь из 07. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжаем. Зона доступа. АПЛОДИСМЕНТЫ Родители назвали свою дочь «Правда», и теперь окулист смотрит правде в глаза. АПЛОДИСМЕНТЫ В школе имени Ивана Сусанина мало кто дошёл до выпускного. АПЛОДИСМЕНТЫ В семье Плоунов девочка родилась со словами «А вот и я!» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Упаковщица цветов, собираясь на корпоратив, накручивает кудряшки ножницами. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Человек, всю жизнь проработавший ростовой куклой, даже без костюма смотрит через рот. Парад слюнявых закончился половотием. На концерте Марка Тишмана толпе фанатов всё-таки удалось прорвать кольцо охраны и идти покинуть концерт. У Васи день не задался с самого утра. Дождь, слякоть и ещё этот расстрел. Курск, у Вас немножко расстреляли в конце. 0,9 вам и вам один балл. Наверняка каждый из Вас хотя бы раз был в караоке-клубе. Итак, новый Шелезноборский караоке-клуб. ПЕСНЯ 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 Тихо-тихо, это же известнейший человек, он получил приз литерских апатий на шоу «Волос». Между прочим, брат Толмачев. Итак, дорогие друзья, специально для вас выступает наш официант, брат Толмачев, который откроет вам глаза на противоизвестной всем песне. Поприветствуем! Упала ракета на бок. Баба Маша, Баба Глаша, Баба Зина, Дед Аркаша. Просто годы детские прошли. А вместе с ними и первая любовь. И сюда вас дети привезли. Дом представился ваннушкой. Итак, стоп! Поблагодарим нашего официанта, брата Толмачева, бурными аплодисментами. И если после всего этого вы можете что-то слышать, я напоминаю, вы находитесь в караоге-клубе «Ковчег». В караоге-клубе «Ковчег» спой две песни «Будырки» и получи четкий в подарок. Вик, а я любим песни на хатве сочинять. Ну и так. Молодой человек, как вас зовут? Игорь. А какой уж любимый цвет? Синий. Синий Игорь. Диджей. Синий-синий Игорь резал провода. В небе темно-синевской кулай-страку. Разлетелся Игорь над полями. Итак, большое спасибо, дорогие девушки. Если вы еще можете что-то слышать, то вы в караоге-клубе «Ковчег». Караоге-клуб «Ковчег» у нас немножко грязно, так что возьмите бахилы. А закончим частью для вас в этой музыкальной вакханалии. Нам бы хотелось песни, которая не зря стала гимном всех караоге-клубов. Итак, девушки, на сцену! Если спросят меня, для чего? Я хожу каждый день в караоге-клуб. И я отвечу, что трипануть. И потом микрофоны сдавать разный звук. И пускай жизнь нескромная дня. И люблю слушать «Пинус» и «Моцарта». Но когда в караоге друзья, Знаю я все, а не так закончится. Я, что от тебя так ждала, Ты бы мечтой в моей крови устраив. Углала тебя, углала, Ну и что же тут криминального? Так, все, парни, работаем. Так, Тём, ты еще так варитился-то? Да я поздно работаю, ребят. Передевайся, пожалуйста. Мужики, перед нами камера. Нам нужно срочно сбить ее чем-то, Чтобы она нас не стекла. Что ты бросил туда? Паспорт. Ты что, придурок, я ноги-ка. Блин, точня. Там же мои отпечатки. Парни, парни, босс звонит. Да. Поел. В двух, да, тепло, наверное. Я думаю, вы все картошку с сосисками. Все нормально. Пацану 35 лет, живет у босса. Ребята, ребята, я переоделся, все нормально. Где тут хранилище? Мужики, мы в сборе. Где здесь хранилище? Да что, давайте вон у охранника узнаем. Че, дурок, дурок, дурок. Так, парни, я знаю, как его нейтрализовать. Я знаю старинную технику пятиточек. Она примерно так. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Да, давай, пошли. Вы че делаете? Ладно, вставайте, прикройте. Назадчик сделаю. Тихо, 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 тихо. Блин, не сработало. У меня есть дом. Блин. Че, ты стоишь делать фаталити? Давай, давай, давай. Вниз вперед, вверх, 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 вверх. Вниз вперед, вверх. Вниз вперед, вверх. Опять успех. Мы не свинемся. Спасибо. Ладно. Все было хорошо, но только перед нами лазерные датчики. Смотрите. Отлично. Ну зачем ты перцоги-то пшикаешь? Так, друзья, друзья, не волнуйтесь. На той стороне есть подключатель. И сейчас я туда пробегусь. Парни, все было бы хорошо, но перед нами датчики. Мне кажется, это датчик веса. Нужно его перепрыгнуть. Артем, Артем, куда ты? Думаешь, с разбегу получится? Да ладно, парни, мы близко к хранилищу. Нужно быть осторожными. Здесь ловушки. Острые сесла. Раскаленные угли. Что ты делаешь? Да маме, 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 маме. Все, мы рядом с хранилищем. Давай, я знаю, что делать. Слава, что ты делаешь? Пальцов-размина. Паром 4 единицы. И чего это выходит? Поменяй цифроместомер. Мы сессия. Слушай. Ничего себе. Какое огромное хранилище. Интересно, что здесь хранят? Так, ребят, забираем все деньги. Кроме вот этих ванных, которые там стоят. Так, парни. Да, я вам хотел сказать. В мои планы не входило делить денежки на троих. Добрый турок. Всем стоять, поймите, Лос-Анджелес. Оружие на землю, руки на землю, тело на землю, землю на землю. Ха! У меня есть пла. Ты не знаешь, зачем эти идиоты друг друга избили? Неважно, какие трудности и преграды на вашем пути. Главное, чтобы рядом с вами были ваши друзья. На самом деле, этой музыкой мы хотели закончить свое домашнее задание. Но, поскольку вся остальная музыка пропала, у нас осталось только это и два простых звука. И... Поэтому сейчас мы вам представим не совсем обычную ситуацию. Представьте, парень ждет девушку на свидание уже час. Ну что, нет? А что вы тут стоите? В смысле? Ну, слышите, такая прелестная музыка. Что же вы не танцуете-то? Ну, я девушку что-то. А дайте такую музыку. Что-то не так? Ага, а как вы догадались? О музыке понял. Тут, оказывается, ваш паспорт похож на беляши из вокзала. Чего? Прозроченный. Ахахахахаха. Ха-ха. Чем мы делать будем? Ой, вот вон вам блок. Помните. Вот, я все. А, нет, и все. Тут еще часть Б, а в части С нужно сочинение Ц написать. Я не понял, что тут происходит? А вы вообще кто? Я Тимати. Ой, так спой делал что-нибудь. Только у нас с музыкой. Да ладно, у нас тут весь зал знает мои песни. И так зал, давай, девятый трек. Это был мой девятый трек под названием «Тишина моего сердца». Спасибо. Откуда музыка? Это не музыка. Это меня по рации вызывает. Да, понял. А эта музыка отсюда. И тронки. Слухай, дай. О, 20 секунд. Получил результат? Ну, может, договоримся? Ну, только если... Я не такой богатый, как Тимати. Кто-то сказал Тимати? На этот раз я со своей музыкой. Это песня о том, кто знает, что его достижение — это борода. Это песня о том, без кого в клубе девушки не танцуют. Это песня о Тимати. Я появился на свет необычно. Об этом даже говорить неприлично. Мама с бабой, как на иголках. Ведь я родился в татуировках. В детстве у меня было много дел. С одноклассниками я нюхал мел. В институте я тоже не очень тусил. Угадайте, кто туда совсем не ходил? Закончили? Только девять классов! Я рассказывал подруге, что в моей жизни происходит. Она мне говорит, да меня не доходит. А я ей говорю, нафиг тёток. Я же рэпер, ё-моё, а не пилолог. Но всё-таки денег очень мало. И хитов у меня тоже мало. Но недавно один пакт открыл для себя. Даже Децл зарабатывает больше меня. Мне кажется, пора валить отсюда. А ну, стоять! Нет! 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 Я не хотел! Но я его мать! А, стоп! Это же всё не по-настоящему. Это же КВР. Но он лежит на холодном полу! Ну что? Он большой. Он заболеет. Да это его отцу скажи! Ну а на этом мы хотели закончить своё домашнее задание. И, кстати, музыку мы всё-таки нашли. Поэтому для тех, кто ещё не ушёл и остался, угадайте, что это за песня. Да, именно под неё мы и писали домашнее задание. А в чём смысл нашего номера? Может, что не бывает безвыходных ситуаций? Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают безвыходные номера. С вами была команда КВР. Зона доступа. Спасибо! О самом важном, что есть в нашем мире, о том, что дорого каждому из нас. При мысли о чём ёкает сердечко, я бы хотел поговорить о себе. Один мальчик в детском садике назвал меня дурачком. В ответ я сжёг веранду и сказал, что это сделал он. Кто мог так поступить? Вы скажете, подлец, негодяй, я отвечу точнее – гений. В школе, когда я учился в школе, я ходил в магазин за дневником и заметил интересную особенность. Там я увидел дневники с изображением Криштиана, Роналду, Дэвида, поэкоматиму, Белады, но не видел дневника с моим изображением. Видимо, всё раскупили. Ну что ж, я вижу, сам настроен на правильный Влад. И мы можем продолжить. Неравно в одной социальной сети я нашёл страничку Меган Фокс и написал ей «Привет, круг-круга». Она ничего не ответила мне. Наверное, я подумала, что это моя фейковая страничка. Какая же она тупая. «Владислав» – это имя означает «власть и славу». Да, это вам не какой-нибудь Егор. «Плачу тебя, много тебе». Знаете, чё-то скажу. Иногда во время секса я плачу. Потому что я завидую своей партнёрши. Я бы хотел рассказать вам о своих друзьях. Думаю, хватит. Ну, вы, наверное, думаете, что это всё предни, что это просто понты. Но на самом деле у меня есть доказательство. Недавно я был на шоу «Танцы». А девочка невероятная. У-у-у-у-у. А что это вы такие трусы? Ах, да, вы же на фоне меня! Это просто понты. Чё такое понты? Это понты, это понты, это понты. Когда сдачу в 5 рублей в магазине оставляешь. Чтоб привлечь внимание в ВКонтакте, страницу удаляешь. Когда обо меня всю эту срубку бил, И все говоришь, покачаешься, но ни разу не ходил. Это понты, это, это понты. Это понты, это, это понты. Купил чёрный флотный пистолет. Флотный пистолет, эй, флотный пистолет. Когда куча денег, но откуда, никто не знает. Мама перечисляет, мама, мама перечисляет. Это понты, это, это понты. Это понты, это, это понты. Это понты, это, это понты. Когда парень подарил цветы и пистьми сходкалась. Это понты, это, это понты. Хорошо быть, мужики? Совсем не такие. Это не понты, это, это не понты. На шелёк добиваешь мелочью, чтоб онity оказался больше. Это понты, это, это понты. Вань, уже 10 часов, пора домой. Мне мама до 11 решила гулять. Ну и гуляй, Дим. Я победитель по жизни. Это банды, это банды. Упс. Ключи от тачки упали. А тут у тебя есть тачка? Пока что только ключи. Это банды, это банды. Это банды, а это крафты. Это банды, а это крафты. Вот че такое. Вот заятый мой. Молодец. Это банды, это банды. Банды приводят врачом непосредственно. Вот к чему приводят банды. Вот к чему приводят банды. Вот к чему приводят банды. Не бандуйся раньше времени. Я благодарен и командам, которые открывают впервые в Железногорский сезон открытой Железногорской линии. Аплодисменты. Спасибо вам огромное. Все обезвучили. Я благодарен зрителям, которые не испугались прийти на неизвестные команды. И я искренне надеюсь, что получили массу хороших впечатлений. Ну а сейчас я попрошу озвучить итоги и основные оценки. Дорогие друзья, Андрей, буквально минуту. Следите за группой ВКонтакте Железногорский ПВН, за всей информацией, за всеми оценками, за новыми именами, за нашими предложениями к вам, уважаемые зрители. Ну а сейчас, Андрей, вам слово. Итог игры. Четвертое место. Пусть играет курс. 9,4 балла. Зора доступа в Москва. 9,5 балла. Вортак, Ворка Голубка. 10,6 балла. И имени меня, Сергей Тарр, 12 баллов рома. Дорогие друзья, ну что же, с открытием нового сезона еще раз вам... Вот я пришла домой, уже сняла курточку, зашла и сразу решила вам отснять конец видео, попрощаться с вами. Но перед этим я вам хочу сказать, что будут еще выступления КВНа. Мявка, где-то мой кот. Вот. И будут приезжать в следующий раз, скорее всего, с Украины команды. С города Харьков. И тогда я обязательно думаю, пойду. Интересно. Вот. Ну и думаю, что этот ролик принесет вам тоже хорошее, позитивное настроение. Как и мне. Хотя это... Хотя я смотрела все вживую. Это сняла очень много, скорее всего, буду обрезать, потому что видео очень много будет весить, и это будет очень тяжело все. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok